Братья и сестры, я хотел прочитать из Евангелия Иоанна, первая глава, с 19 стиха по 27. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илья? Он сказал, нет, пророк, он ответил, нет, сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который встал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его. Братья и сестры, я хотел бы, ну поскольку и церковь, и молодежь присутствуют, поделиться назидательным словом. Ну так как бы, представьте, у нас будет сейчас знакомство, на вопрос ответить, кто ты? Я думаю, у нас картина была бы очень интересная, и здесь мы поближе бы узнали, кто мы есть. Ну так на вид посмотришь, брат скромный так сидит, сестричка скромная. Но что мы думаем о себе, и что думают о нас, очень часто бывает большая разница. Как вы думаете, Иоанн Креститель это известная личность вот в то время была или нет? Ну вы представьте себе, задача Иоанна Крестителя, приготовить путь Господу. А суть приготовления, повернуть сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, непокоривым дать образ мысли праведников. Я думаю, одна из величайших задач, поменять мысли у человека. Ну можно понудить, сказать сестричке на передней скамейке, вы не разговаривайте между собой, они перестанут говорить. А вот поменять мысли, чтобы в мыслях они поменялись, это очень трудно. А Иоанн проповедовал так, что люди менялись. Образ мыслей праведников. Я как-то давно рассказывал этот случай, но он мне вспоминается. Образ мыслей праведников. Я утром встал, воскресный день, чтобы подготовиться к слову. А было еще темно. Ну и вышел на двор. И слышу, когда вышел в огород, у нас там недалеко углярка. Слышу, в нашей углярке уголь посыпался. Я думаю, что такое? Ну может мне показалось? Но потом еще постоял немножко, точно уголь сыпется. Я захожу в углярку, а там сидит сосед. Ну в нашей углярке уголь набирает. Я говорю, а что ты здесь делаешь? А что, нельзя что ли? Ну взял ведра и пошел. Я не успел опомниться. Он с ведрами, с углем и пошел. Я сам так думаю, вот искушение, надо же с утра. Вот сейчас как проповеди готовятся? О чем проповедовать сейчас? Церковь ждет. Ну, братья и сестры, Господь все равно дал слово. А в понедельник я с братьями работал. Ну, братья, члены церкви. Я говорю, братья, у меня вчера такое искушение было. А какое? Ну, рассказал. Ну и что ты с ним сделал? Я говорю, да я не успел опомниться. Он с ведрами ушел. Да надо же бы. Один говорит, вот сделал бы ведро ему на голову. А другой говорит, да надо было ломиком. И его там образ мыслей праведников. Братья, сестры, что мы думаем наедине? А вот если бы с молодежного уезжали, и наши мысли поменялись, как вы думаете, родители бы заметили? Заметили бы. Сказали, вот это молодежно. Что же за молодежно было? Мысли поменялись. И мысли стали праведники в мыслях. Вот когда Иоанн проповедовал, люди менялись. Толпами шли к нему, массами. Он становился очень известным. И вдруг такой вопрос. Послали фарисеев, чтобы перед священниками и левитами. Вы представляете, вот такая, ну как бы, категория людей. Священники, левиты. И стоит Иоанн перед ними. И вопрос. Кто ты? Ну что ответить Иоанну? Как-то на библейских курсах, в начале библейских курсов, ведь братья съезжаются с разных мест. И вот братья решили в начале курсов немножко познакомиться. Ну кто-то с востока, кто-то с запада, кто-то из дальнего запада. Ну чтобы немножко братья рассказали о себе. Назвали фамилии, имя. Служение в церкви, посланничество. И вы представляете, один курсант встает и говорит, ну называй там, на некоторые вопросы ответил, а потом говорит, я кавалер Мальтийского ордена. И сел. Знаете, преподаватели аж на шею втянули. Вот это да! Это не повышение, ну, масоновского ложа. Это библейские курсы будут. Что же это такое? А вы знаете, кавалер Мальтийского ордена, что это значит? Это такое звание в масоновском ложе. Ну и когда знакомство это окончилось, в перерыве сразу братья к нему. Как так? Может, случайно человек попал? А оказывается, он проезжал на корабле мимо острова Мальта и имел такую честь выйти на берег этого острова Мальта. И он тогда присвоил себе, что он кавалер Мальтийского ордена, не понимая, кто ты. Братья и сестры, а когда у Иоанна спросили, кто ты, Иоанн сразу отвел от себя, я не Христос. Какое искушение у нас часто, чтобы о нас подумали больше, чем мы есть. Но только немножко познакомиться и сразу. А на что мы способны? Я как-то слышал свидетельства бывших наркоманов. Вы знаете, мне стало тяжело на сердце. Один говорит, он столько-то кололся, другой встает, он еще больше кололся, третий, он еще, а другой 10 лет, третий, я 17 лет. А для чего? Павел говорит, то, что делали, о том стыдно и говорить сегодня. Грехи, они всегда смертоносные. Они никогда не приносят радости. Но рассказать, кто мы, и Иоанн, он сказал, и не отрекся. Нет, это другая крайность. Ну, как Саул. Когда уже его ожидали, что вот теперь он уже помазанный в царе, его ожидали, то, знаете, Саул прятался в обозе. Я так представляю, ну, такой здоровый, выше всех, на голову. И он решил прятаться. Тогда, когда Бог до этого показал, что он все видит, все знает, и теперь он именно уже избран, а он теперь прячется. Ну, чтобы не случилось. Да, действительно, есть поручения от церкви. Ну, так и сказать. Но ведь часто бывает, это такая гордость, вывернутая наизнанку. Чтобы вроде бы о себе так сказать, что в конечном итоге это с другой стороны проявляется гордость. Иоанн, нет. Он сказал и не отрекся. Тогда все волновались. Ну, кто же ты, Иоанн? Что ты скажешь о себе самом? Я глаз вопиющего в пустыне. Согласились ли бы мы, чтобы быть незамеченным, невидным? Иоанн, о, в действительности, был великий. О нем Христос говорил. Из жен рожденных больше, чем Иоанн, никто не восставал. Это самый великий пророк. Но Иоанн о себе так не говорит. Иоанн говорит о себе очень скромно. Тогда волновались. Ну, а почему ты крестишь? А он показывает, что его задача, чтобы показать, кто идет за ним, а фактически он спереди его. И он весь взгляд сейчас обращает не на себя, он отводит. Он показывает Христа. Вот идущий-то за мной, который стал впереди меня. Я, я не достоин развязать ремень у обуви его. Его все желание показать, вот какой Христос. Вот он Христос. Обращайте внимание на Него. Он перевел взгляд с себя. Вы знаете, это есть хорошая проверка. Ну, мы можем, вот как в Писании написано, один другого почитай высшим себя. Ну, даже сказать, вот, а вот тот хорошо проповедует, а вот тот еще лучше. Ну, а если будут отзываться о том, что он действительно хорошо проповедует, как будет в моем сердце? Ну, прошло некоторое время. У Иоанна была действительно проверка, что у него в сердце. Он обращал внимание на Христа. И вдруг говорят, и вот я хотел бы обратить внимание, в третьей главе, говорят так, и пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Вот удивительная сейчас проверка у Иоанна. Он действительно, о котором ты говорил, он крестит, и вот там масса, все сейчас, все идут к нему, чтобы загорелось в нашем сердце. И вот смотрите, Иоанн отвечает, Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Он как раз об этом и говорил, что я не Христос, а я послан перед Ним. И то, что все идут за Ним, Иоанн этому радовался. Это хорошая проверка и у нас. Если о ком-то говорят, что лучше поет, лучше играет, лучше проповедует, как в нашем сердце, можем ли мы тогда радоваться? Это очень хорошо. У Иоанна действительно смиренное сердце. Братья и сестры, молодежь, вы не переживали за состояние веры нашей? Или вашей? Но почему-то сегодня в такое время, казалось бы, с одной стороны, свободно, очень много бесед, проповедей, а вера наша славнет. А почему? Одна из причин, и это серьезная причина, Христос говорит, как вы можете веровать, когда вы принимаете славу друг от друга? Это напрямую зависит, наша вера и наша слава. Если мы о себе думаем больше, если мы о себе говорим больше, если наше сердце этим занято, наша вера напрямую зависит, она будет слабнуть. И грех последнего времени, самый популярный грех, гордость, и она захватывает и народ Божий. Люди будут горды, а следственные все остальное, и жестокие, напыщенные, и все остальное. Братья и сестры, Иоанн, если задать вопрос, кто же ты, Иоанн, самый великий в смирении? Иоанн для нас, это пример, это для нас образец. Думайте о себе скромно, по мере веры, чтобы у нас была не ложная скромность, а истинная скромность, чтобы ни в коем случае не приписать славу больше себе. Мы тогда лишимся Божьего водительства, лишимся веры, а славу отдать нашему Господу. Молодежь, о чем мы рассказываем друг перед другом? Мы рассказываем, а какая машина у папы, а какая у меня, а какая работа, а как мы живем. У нас очень часто пустые разговоры. Это говорит о том состоянии сердца. И дал бы Господь, чтобы у нас сегодня мысли поменялись, чтобы мы все могли повернуться, и многие показали на Христа, чтобы Христос был прославлен в нашей среде. Если у тебя появилась способность ни в коем случае не присвои ее себе, ты лишишься благословения. Это Бог дал, чтобы Бог был прославлен, все показать на Христа. И если слава Христу умножалась, то Иоанн как раз и говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Да поможет нам Господь, чтобы, как Иоанн, мы были великие в смирении. Аминь.